Центр музейных коллекций имени Ивана Ивановича Старфулахцева. Куда мы сейчас идем с вами? Мы сейчас идем знакомиться с коллекцией металла. Наш уважаемый экскурсовод Людмила, меня зовут Руслан. Мы сегодня заглянем туда, куда никто не заглянул. У нас 42 коллекции. Храним мы в коллекции по материалу, то есть металл, дерево. Это связано с тем, что нужно их как-то не хранить из-за телеканалового снижения, но и для изучения материальных предметов. Здесь вы видите открытое хранение коллекции наличники. Вот эти два наличника, они одни из самых старых в нашей коллекции. И, к сожалению, мы не знаем, кому принадлежал этот дом, с которого эти наличники, но мы точно знаем дату их изготовления. В 1854 году. Да. И имя Артемий, тоже, к сожалению, не знаем, то ли это мастер, который изготовил эти наличники, или это мастер, или это мастер. Отдельный орнамент изготавливался отдельно и уже с помощью тонких хвостиков собирался на наличники. Здесь какая-то голова и оправа была, потому что герб изображен. Да, ну посмотрите даже по высоте. Да, есть большие наличники, мы с вами сразу делаем вывод, что это наличники из больших домов, а так как стекло дорого стоило, то и, ну, предполагается, что и дом был большой, и, значит, зажиточный хозяин. Да, или уже наличник... Все равно довольно-таки внушительный. Да, что наличник не такой высокий, ну, значит, и дом был попроще. И так как каждый хозяин хотел своему дому придать индивидуальность, то, да, каждый хозяин заказывал наличники для себя под свой дом, чтобы, в общем-то, показать свой дом во всей красе. Свой статус. Да, свой статус. И все наличники любите украшения разные. Да, есть какие-то элементы, которые повторяются, но по желанию хозяина мастер изготавливал наличники только для его дома. Вся они ручная работа в единственном экземпляре. Да, да. То есть изготовление наличников было дороже, чем изготовление самого дома. Продолжение следует...